Всем привет! С вами тестовая лаборатория Олди. В сегодняшнем обзоре речь пойдет сразу о трех компьютерах, которые обладают различной производительностью и относятся к трём модельным линейкам серийных ПК производства Олди Computers для офиса, для дома и для игр. Первый – компьютер Office 150. Как и все ПК-офисные линейки производства Олди Computers, 150-я модель надежна, недорога и собрана из качественных комплектующих, размещенных в корпусе форм-фактора MIDI Tower. Технические характеристики системы таковы. Процессор. Двухъядерный Intel Pentium G3260 поколения Haswell с тактовой частотой 3,3 ГГц. Оперативная память 4 ГБ формата DDR3. Накопитель. SATA 3 жесткий диск объемом 500 ГБ со скоростью вращения пластин 7200 оборотов в минуту. Видеоадаптер, интегрированный в процессор Intel HD Graphics. Блок питания мощностью 450 Вт. Операционная система Windows 10 домашняя 64 бита. ПК-подобные конфигурации оптимальны для оснащения корпоративных рабочих мест, а также малых и домашних офисов. Обладая невысокой ценой, они обеспечивают достойную производительность, которой, судя по результатам теста, вполне хватит для офисных задач. Будь то бухгалтерский учет, работа с текстом, таблицами и графиками, базовая кат-проектирование, цветокоррекция фотографий и работа в интернете. Единственное узкое место данной конфигурации — встроенный графический чип, сил которого не хватит для обработки детализированной 3D-графики. Впрочем, офисные ПК и не для игр. Для игр в арсенале Oldi Computers имеются более производительные решения из модельных линеек Home и Game PC. Второй участник сегодняшнего обзора — модель Home 330 из серии ПК Oldi Computers для дома, представители которой обладают оптимальным соотношением цена-качество и предназначены для решения широкого спектра задач. Серийный компьютер Home 330 собран в миди-тауэр корпусе AERACOOL GT Black Advance. Его конструкция надежна, стенки из шероховатого металла при нажатии не продавливаются. Пластик облицовки — гладкий и матовый. По периметру фронтальной панели расположены четыре полупрозрачные вставки с синей светодиодной подсветкой. Функциональную нагрузку они не несут, но, как и синяя подсветка внутри корпуса, добавляют антуража внешнему виду этого ПК, чьи технические характеристики таковы. Процессор. Двухъядерный Intel Core i3-6100 поколения Skylake с тактовой частотой 3,7 ГГц. Оперативная память. 8 ГБ DDR4. Накопитель. SATA 3 жесткий диск объемом 1000 ГБ со скоростью вращения пластин 7200 оборотов в минуту. Видеоадаптер. AMD Radeon R7 250 с 2 ГБ памяти на борту. Блок питания 500 Вт. Операционная система Microsoft Windows 10 домашняя 64 бита. Вот тут уже есть где развернуться. Благодаря процессору Intel Core i3 последнего поколения Skylake, 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, дискретной видеокарте из линейки AMD Radeon R7, а также шустрому и вместительному накопителю, система уверенно прошла все, даже особо требовательные тесты и получила в них достойные оценки. ПК Home 330 будет прекрасно себя чувствовать и в роли центра домашней мультимедиа системы с обширным архивом музыки, фото и видео и в качестве инструмента для обработки или создания мультимедийного контента и в роли рабочей лошадки для различного круга задач и в качестве игровой платформы. Более того, не стоит забывать, что входящая в состав конфигурации ПК Home 330 видеокарта AMD Radeon R7 250, хоть и является одной из моделей R-серии, но при этом обладает поддержкой DirectX 12. И подобный козырь в рукаве в ближайшем будущем будет очень кстати, так как использующие возможности данного программного интерфейса игры уже начали выходить. Чудес в плане производительности от этой видюхи в будущих DirectX 12 играх ждать не стоит, но возможность в них поиграть будет, что уже хорошо. А вот для тех, кто не привык к компромиссам и желает наслаждаться современными играми на максимальных настройках графики, среди производимых Олди компьютер с ПК есть серия мощных компьютеров для игр. Таких, как третий участник этого обзора – GamePC 760 SE. Корпус GamePC 760 SE точь-в-точь, как у предыдущего рассмотренного ПК домашней серии – AeroCool GT Black Advance формата Midi Tower с мягкой синей подсветкой. А вот конфигурация намного круче. Процессор – четырехъядерный Intel Core i7-4790 поколения Haswell с тактовой частотой 3,6 ГГц. Оперативная память – 16 ГБ DDR3. Накопители – 120-гигабайтный SSD плюс SATA 3 жесткий диск объемом 1000 ГБ со скоростью вращения пластин 7200 оборотов в минуту. Видеоадаптер AMD Radeon R9 390 с 8 ГБ собственной памяти. Блок питания мощностью 700 Вт. Операционная система Microsoft Windows 8.1 64 бита, которую мы сразу же обновили до десятки, чтобы полностью раскрыть потенциал мощного графического ускорителя с поддержкой технологии DirectX 12, использование всей полноты возможностей которого является этаким стандартом де-факто для next-gen игр. Предсказуемо за счет своей мощной начинки GamePC 760 SE получил отличные результаты в тестах производительности центрального процессора, памяти, графической и дисковой подсистем. Не кривя душой, можем сказать, что каждый компонент этого геймерского ПК отрабатывает на 5 баллов и очень непросто будет найти такую задачу, перед которой спасал бы компьютер подобной конфигурации. Сложно передать словами восторг от наблюдения за тем, с какой легкостью без малейшего намека на подтормаживание, GamePC 760 SE проходит самые навороченные графические тесты. Вне всякого сомнения, этот ПК без труда справится с современными играми на максимальных настройках детализации графики как в Ultra HD разрешении 2560 на 1440, так и при подключении нескольких мониторов, телевизоров или цифровых панелей, объединенных в одно графическое пространство посредством фирменной технологии AMD iFINITY. Ценник на этот геймерский ПК, конечно, не маленький, но есть хорошая новость. До 31 мая любой из рассмотренных в этом обзоре компьютеров, а также другие ПК Олди компьютер с серийной или индивидуальной сборки можно приобрести в рассрочку без переплаты сроком до 1 года. Первый взнос — 0%. Гарантия на ПК от производителя — 3 года. Подробности акции смотрите на сайте oldi.ru. Прямая ссылка на нее доступна при клике по бегущей строке внизу экрана, а также в описании этого ролика. На этом все. До новых встреч!